Незабываемые концерты, кинопремьеры и спортивные состязания. Для кого-то это яркие события, а для них в первую очередь работа. Чаще всего сотрудники культурно-спортивного комплекса остаются за кулисами, но на минувшей неделе они собрались, чтобы подвести итоги своей работы в ушедшем году. Самыми значимыми событиями стали мероприятия, посвященные 25-летию акционерной компанией «Лароса» и 63-ю «Трестлей Куталмаз». В рамках юбилея были проведены 22 мероприятия, концерты, выставки, спортивные соревнования. Участники праздничных концертов стали Леонид Агутин и Денис Майданов. В 2017 году более 2000 раз смогли прийти зрители на премьеры киноновинок. Но, как отметили Байхали и Удачном, жители стали реже ходить в кино, виной тому появившийся качественный интернет. Зрители предпочитают смотреть фильмы дома, на экране компьютера, а не в кинозале. Об этом в своих отчетах рассказали директоры местных домов культуры. Однако подчеркнули и положительные итоги года, например, большие объемы проведенных ремонтов. В отчетном году общий план текущего и капитального ремонта составил 70 миллионов 649 тысяч рублей. Одной из основных задач 2017 года, связанной с подготовкой к 50-летию города Удачном, стало завершение работ по облицовке фасада общественного центра Удачного в отделении ФСК. Также выполнялись работы по текущему ремонту помещений ДК «Алмаз», помещений «Тирак», «Сок-Алмаз», «Бассивно-Дельфин». Как всегда, в срок выполнены работы по текущему ремонту и благоустройству детско-здоровительных лагерей «Алмаз». На итоговом собрании обсуждали не только достижения, но и наболевшие вопросы. Например, возможность отмены оплаты взносов за посещение творческих кружков для взрослых, поскольку эти люди часто принимают участие в любых мероприятиях КСК бесплатно. Затронули и вопрос технического обеспечения кабинетов творческих руководителей. Для осуществления бесперебойной работы руководителей коллективов художественной самодеятельности необходима оргтехника, отвечающая современным характеристикам, так как в большинстве случаев персональные компьютеры, установленные на рабочих местах, не имеют возможности полноценно работать с сетью интернет. Не хватает мощности для просмотра и скачивания видеороликов, прослушивания фонограмм и даже работы со стандартными программами Word и Excel. Долго говорить о сделанном некогда. Уже поставлены планы на этот год. Ведь впереди новые постановки балета «Алмазы Якутии», танцевальные премьеры, фестиваль «Той Хая» и множество других ярких мероприятий. Злата Курбанова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Продолжение следует... Продолжение следует...